В дореволюционном одесском фольклоре есть замечательная песенка, петь ее не буду, голоса нет, но прочту. Мама, папа, что мы будем делать? Как настанут зимние холода? У меня нет теплого платочка, а у тебя нет зимнего пальта. Шутки шутками, а мороз может подкрасться незаметно. И тогда, а что тогда будет, к примеру, в Киеве, прочитал прогноз хорошо известного всем одеситам, а нынче руководителя крупнейшей компании «Киевэнерго» Ивана Васильевича Плачкова, который он дал общенациональному журналу «Форбс Украина» буквально на днях. Ситуация с газом сейчас очень тяжелая. А Киеву на отопительный сезон его необходимо не менее 4 миллиардов кубометров. Следует держать на минимальном режиме теплосети, чтобы не произошло замерзание с дальнейшим разрывом труб. Ну, дальше Иван Васильевич рассказал о плачевном состоянии сетей, что понятно, характерно не только для столицы Украины, а и для всех других городов страны. Ну, Киев, подчеркну, столица. И если там плохо, что говорить о провинции? Теплоснабжением, видать, теперь у нас в Украине занимаются все. Точнее, не занимаются, а говорят. Вот на прошлой неделе Кабинет Министров принял распоряжение, читаю, о выделении средств на реконструкцию электросетей, в рамках которого предусматриваются сооружения новых линий в Ровенской, Запорожской и Киевской области. Видимо, кто-то из профессионалов-энергетиков в кулак просветил премьера Яценюка, что его призыв заменить газ на электроэнергию, конечно, хорош. Но слова останутся словами, если по проводам не пойдет ток. А то, что он может не пойти, доказательств хватает. Отказавшись от голубого топлива и решительно заменив его на черное золото, уголь, правительство как-то упустило из виду, что основные залежи находятся в Донбассе. А там война. Жаркое лето повлекло за собой излишние траты электричества. Оставшись без газа и перейдя на уголь, теплоцентрали оказались без серьезных запасов твердого энергоносителя. Призыв к экономии электроэнергии звучит по всей стране, как и методические указания о том, что надо делать для подготовки к предстоящему якобы отопительному сезону. Одни юморят, как киевляне, предлагая закупать в спортивных магазинах туристические спальные мешки, включать в квартирах только одну лампочку и желательно экономичную. А главное, приучать себя к закаливанию, мыться ледяной водой. Другие, эта местная теплоэнергия предлагает адвеситам целый ряд ремонтных мероприятий. Начиная от замены окон на степлокапеты, утепления дверей и дополнительные внешние укрепления стен. Как по мне, так столичный юмор обойдется дешевле. Вот я в самом начале этой программы подчеркнул, что о теплоэлектроснабжении говорят все, причем на самом высоком уровне. Но почему-то не слышу таких разговоров, что в Одессе, что в области. Есть призывы добросовестно оплачивать услуги монополистов. Будут деньги, будет тепло. Таким был лозунг прошедших лет. Но он и тогда не срабатывал, когда киловатт-часы и кубометры газа стоили в два раза дешевле, нежели нынче. Что будет сегодня при резком повышении тарифов, представить себе нетрудно. При скудных зарплатах бюджетников и нищенских пенсиях возможность оплатить эти услуги сводится к нулю или близко к упомянутому показателю. Кто-нибудь из одесситов или сельчан знает, что думает предложить населению мэрия столицы области и губернатор. Понятно, коли есть дефицит электроэнергоносителей в стране, то где его достанешь? Но тогда может имеет смысл уже сегодня предложить нашим предприимчивым бизнесменам срочно заняться выпуском буржуек. Привлечь, кстати, ученых политеха, у которых могут появиться свои разработки на эту тему, а заботиться продажей дров и угля. Я не хочу у одесситов вызвать панику. Я просто на вскидку предлагаю те реальные меры, которые помогут гражданам удержаться на плаву в случае, не дай бог, холодной зимы. Но это предложение дилетанта. А у меня остается пока еще. Уверены, что сидящие во властных кабинетах куда опытнее журналиста. Может они что-то знают, но пока молчат?